Приветствую вас, братья и сестры! Благодать вам и мир доумножится! Меня зовут Вениамин, фамилия Бальжик, я также из города Сакрамента. И я хотел бы вместе с вами в заключении сегодняшнего воскресного дня, я не думаю, что у вас будет еще одно собрание, значит, это последняя проповедь в этом собрании и в сегодняшнем дне. И тема моих размышлений – «Исполняйтесь Святым Духом». Текст, который я буду читать, он записан в послании к Ефесянам, 5 глава. И пока вы открываете, я хотел бы сказать, что это послание называют еще «банком верующего». Там, откуда мы берем то, что нужно для духовной жизни. В этом послании 6 глав, 155 стихов. Первые три главы – это доктрины, которые излагает апостол Павел. Следующие три главы – это практическая часть. И я хотел бы сегодня прочитать и поразмышлять о нашей практической духовной жизни. Пятая глава послания к Ефесянам читать буду с 15 стиха и ниже. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь звеном, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, паяй и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего и Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Итак, братья и сестры, я прочитал некоторые тексты, и этот отрывок, прочитанный мной, он объединен одной темой – «Исполняйтесь Святым Духом». Основная мысль – исполнение Святым Духом. Прежде чем мы приступим к исследованию этого текста, братья и сестры, мне необходимо сказать, что исполняться Святым Духом может только тот, кто однажды был крещен Святым Духом через покаяние, новую жизнь, рождение свыше. То есть эта тема обращена к членам церкви, которые Бога знают. Бога знают. Нам нельзя путать крещение Святым Духом и исполнение Святым Духом. Крещение Святым Духом происходит однажды в жизни человека, а исполнение Святым Духом – это то, что мы называем совершением своего спасения. «Исполняйтесь Святым Духом». И сегодня мы с вами, братья и сестры, будем отвечать на три вопроса. Почему необходимо исполняться Святым Духом? Вторая мысль – что нам мешает исполняться Святым Духом? И что нужно делать, чтобы исполняться Святым Духом? Братья и сестры, когда наш Господь ушел на небо, Он обещал дать нам Духа Святого. И это великая благодать, что мы с вами не оставлены сиротами. Сегодня у нас есть большое богатство, наше богатство в Иисусе Христе, а именно даже Дух Святой, который руководит нами, который руководит нашей жизнью. Бедная духовная жизнь того христианина, который не исполняется Святым Духом. Итак, первый вопрос – почему необходимо исполняться Святым Духом? Почему необходимо? И первый ответ – потому что природа сама по себе, она не терпит пустоты. На земле живет более 7 миллиардов людей. Согласно Священному Писанию, на земле нет ни одного человека, жизнь которого не была бы наполнена чем-то, потому что природа не терпит пустоты. Вакуум. Еще по-другому называют пустоту. Вакуум можно создать искусственно. Что такое вакуум? Вакуум – это некое пространство, свободное от вещества. Ну и известен тот факт, что люди или животные, которые были подвержены или были под воздействием вакуума, они теряли сознание, потому что у них начиналось некое кислородное голодание. Братья и сестры, так вот, сердце человека, оно по своему состоянию не может быть пустым. Его обязательно нужно чем-то наполнить. Кстати, глагол «исполняйтесь» он взят от греческого слова, означающего парус, который наполнен ветром. Вот до тех пор, пока парус не будет наполнен ветром, этот парус лодку не будет двигать. Братья и сестры, сердце человека, оно не может быть пустым. Безусловно, каждый житель земли, он свое сердце чем-то наполняет. Христианин, он наполняет его Духом Святым, он исполняется Святым Духом. Кстати, наш Господь в Нагорной проповеди сказал, кто скажет брату своему «рака», ну это такое арамейское бранное слово, «рака» означает «пустой», тот будет подвержен Синедриону. То есть нельзя говорить человеку «ты пустой», потому что он на самом деле не пустой, он обязательно чем-то наполнен. В послании к римлянам, в первой главе, когда апостол Павел начинает говорить о нечестивых людях, и вы помните, да, о чем идет речь. И там сказан такой текст. «Так как они, то есть нечестивые люди, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство так, что они исполнены». Всякая неправда. Оказывается, нечестивые люди, они тоже исполнены, и дальше идет 22 греха, которыми наполнено сердце этих людей. Я для себя сделал такой анализ. Нечестивые люди, не знающие Бога, они исполнены грехов. Христианин, он исполнен Святым Духом или Святого Духа. Либо это действие сатаны, либо это действие Духа Святого. Вторая причина, почему нам необходимо исполняться Святым Духом, потому что это нормальная жизнь христианина. Скорее всего, у некоторых верующих есть такое понимание, что исполняться Святым Духом – это нужно пресвитеру, это нужно регенту, совершающему служение в церкви. Братья и сестры, да, безусловно, но согласно Деянию Святых Апостолов, я сделал вывод, исполняться Святым Духом должен каждый христианин. Вот если ты покаялся, получил рождение свыше, принял Святое Водное Крещение, стал членом тела Иисуса Христа, тебе нужно быть исполненным Святым Духом, даже если ты сидишь на задней скамейке и просто совершаешь свое христианское хреждение перед Богом. В Диане Апостолов есть такой случай в 13 главе, когда иудеи воздвигли гонение на христиан, и там написано «ученики исполнялись радости и Святого Духа». Братья и сестры, не написано, что апостолы только исполнялись радости и Святого Духа. Ученики, а ученик – это только тот, кто пошел в школу. Значит, первоклассник духовный, он тоже должен исполняться Святым Духом. Это нормальная жизнь христианина. В-третьих, почему необходимо исполняться Святым Духом? Потому что это необходимое условие для служения Богу. Вы помните, когда в Иерусалимской церкви возникла проблема, некоторые вдовы остались в пренебрежении, им нужно было как-то помочь, и вот апостолы собирают Иерусалимское собрание, проводят, так скажем, членское собрание, как там было детально, я не знаю, и они предлагают – изберите из среды себя людей, изведанных, исполненных Святого Духа. Мы их поставим на служение. Братья Святого, вы представляете, для такой простой работы, дьяконской, даже пищись о столах, должны были люди быть исполненным Святого Духа. Возможно, меня сейчас слушают работники воскресной школы, регента, музыканты, люди, которые совершают какое-либо другое служение. По Священному Писанию каждый христианин, который несет служение, он должен это делать в исполнении Святым Духом. Каждому дается проявление Духа на пользу. И четвертое, почему необходимо исполняться Святым Духом для проповеди Евангелия. Возвращаясь к Денью Святого Апостола, вы помните, когда апостолы, они были арестованы, затем отпущены, собрались, молятся, и по молитве их поколебалось место, и исполнили Святого Духа, и говорили Слово Божие с дерзновением. Братья и сестры, я открою один секрет из проповеднического такого служения. Нам, проповедникам Евангелия, необходимо исполняться Святым Духом. Вы знаете, не каждый проповедник, он может быть исполнен Святым Духом. Это необходимо. Они говорили Слово Божие с дерзновением, потому что были исполнены Святого Духа. Я об этом лично переживаю в своем личном служении. Вы знаете, друзья, даже не только стоя за кафедрой в церкви, вообще в деле благовестия, когда мы людям говорим о Христе, вам приходилось попадать в такую ситуацию? Вам нужно разговаривать с неверующим человеком, а у вас силы нет. Вы не знаете даже, с чего начать. Братья и сестры, безусловно, это человеческий фактор. И вот здесь необходимо исполнение Святым Духом. А этого не закажешь. Это жизнь. Это мой образ жизни. Я некоторое время назад был в странах Средней Азии. Вы, наверное, слышали о том, что в Казахстане, в Узбекистане, в Туркменистане идут преследования верующих. Да, не так, как в Северной Корее, тем не менее, верующим не дают возможность нормально собираться на богослужение. И когда я пересекал границу, я пересекал без Библии, потому что у меня намеревались ее забрать. И, в общем-то, печально, печально. Вся литература, которая отправляется в страны Средней Азии, ее на таможне забирают, поэтому приходится какими-то путями завозить. И вот я общаюсь с братьями, с молодежью. Вообще, друзья, меня удивило, что люди, находясь по таким прессингам, молодые люди, братья, члены Церкви Христовой, они говорят Слово Божие с дерзновением. Ну вот, братья, знаете, сидим мы, общаемся, я просто работаю с молодежью, поэтому я акцент всегда на молодежь делаю. Обычные братья. Я говорю, братья, ну как у вас здесь служение? Ой, брат, мы тебе можем много историй рассказывать. И судя по их свидетельству, без исполнения Святого Духа они не могут этого сделать. Ну, страх за собственную жизнь, безопасность. Но когда Дух Святой ведет, это хорошо. Ну, вот, например, такой случай. В братьями я их видел. Четверо братьев работают на одной работе по стройке. Стаку кидают, штукатурку. Хозяин, ну или начальник, у них неверующий, и вот они работают. Следующий заказ – здание стоматологии. Стоматология – это дентеск лынник, да? И вот начальник говорит, ребята, продолжайте работу. В районе двух часов дня вам необходимо сделать уборочку, потому что приедет мама президента лечить зубы. Будет хорошо, если здесь будет более-менее порядок. Садитесь по дереву, ждите, пока на нее едет. Оплачиваю все часы. И на воду говорит, мы сели, вот, сидим хлеб и жуем. О чем-то говорим. Вдруг подъезжает кортеж, уходит женщина. И вот один брат говорит, вот я сижу и говорю другому, слушай, ну что мы сидим, надо пойти и о Боге сказать. Ну вот мы и сидим, мы же верующие, надо пойти и о Боге. Ну кто пойдет? Я пойду. Нет, ты пойди, один брат говорит, я пойду. А потом говорит, слушайте, а если она не захочет слушать, может быть мне журнал хоть подарить? Быстрее с машины журнал. Нашли журнал «Вестники истины христианские», он в трубочку и идет. Ну первая охрана, в общем, там я все детали не помню. Удивительно, его подпустили к этой женщине. Он поднял руки, вроде оружия нет, и вот подходит к этой женщине представительной. Вы представляете, да? В стране верующих прижимают, а он молодой человек, христианин, идет навстречу, на свидетельство, на проповедь Евангелия. Он подходит, представляется, короткое слово о Христе, все стоят, слушают, она уже не спешит в клинику, зубы перестали болеть, похоже, стоит, слушает. А потом он говорит, я хотел бы вам подарочек сделать от моих друзей. Возьмите вот этот христианский журнал, прочитайте, когда у вас будет свободное время. Она берет, она его открывает, долго смотрит, сворачивает в трубочку и говорит, молодой человек, большое спасибо за подарок, все ваши журналы я прочитала. Как? На таможне забирают? Людям не дают? Начальство читает о Боге. Братья и сестры, вот я их слушаю, безусловно, этих вещей нельзя сделать без исполнения Святым Духом. Этого не закажешь. Это внутреннее свидетельство, это внутреннее такое дерзновение. Не дерзость, а дерзновение. Корень один, результат разный. Братья и сестры, ну вот знаете еще, простите, еще один пример. В Казахстане верующие собрались на собрание. И вот приходит милиция. А вы знаете, они собрались не в доме молитвы, по какому-то случаю, но провести собрание. Вот приезжает милиция. Милиция запрещает, говорит, заканчивайте собрание. Пресвититель стоит и говорит, не закончим, пока все собрание не проведем. Стойте и слушайте. Представляете, вот так вот, конкретно. И вот они стоят, а у них, знаете, журналиста прихватили одного, чтобы написать за верующих. Ну, тут журналист бегает, что-то фотографирует, там, заметки делает. И вот через несколько дней выходит газета. На первом плане фотография верующих, собрание. Сзади стоит милиция. И написано, баптисты песню воспевают, менты в сторонке тихо. Баптисты песни поют, менты ждут. Что-то вот в этом плане, да. Вот. И вы знаете, друзья, вот я слушал их, слушал, думаю, слава Богу. Это исполнение Святым Духом. Для проповеди Евангелия. И говорили Слово Божие с дерзновением. Братья и сестры, вторая мысль. Что нам мешает? Обратимся к тексту. Что нам мешает исполняться Святым Духом? Павел пишет. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа времени, потому что дни лукавы. Я, братья и сестры, для себя отметил. Что мне мешает исполняться Святым Духом? Это неправильное использование времени. Вы знаете, друзья, здесь не надо философствовать. Это обычный ритм жизни. Появилось у меня полтора часа. А чем заняться? Кто-то хочет фильм посмотреть, кто-то мелодрамой увлекся, кто-то еще на Ютьюбе что-то посмотрел. Братья и сестры. И вот это вот неправильное использование времени, оно нам мешает исполняться Святым Духом. Невозможно одновременно быть исполненным Святым Духом и тратить свое время напрасно. Братья и сестры. Вот Павел говорит, дорожите временем и используйте свое время строго по назначению. Вы знаете, друзья, люди духовные, ведущие христианский образ жизни под руководством Духа Святого, они стараются наблюдать за своим временем. Я об этом точно знаю, стараюсь сам так вот делать. Нам хочется своих детей научить, чтобы наши дети не прожигали свое время напрасно, потому что время – это то, что нам Бог дает. И Павел говорит, дорожите временем, не будьте неразумны, вам жизнь дана только однажды. Неправильное использование времени мешает нам исполнению Святым Духом. Дисциплина времени. Яркий случай. Мы в Израиле лагерь проводили в прошлом году. И вот тема о привычках. Тема очень хорошая – привычка. Что человек первые 30 лет создает привычки, в следующие 30 лет привычки создали человека. И вот он, да. И я говорю, молодежь, скажите, пожалуйста, у кого из вас есть какая-нибудь добрая привычка? Ну такая хорошая привычка. Я хочу научиться доброй привычке. Один брат встает, такой смешной немножко, и говорит, кстати, пианист. И говорит, у меня есть хорошая привычка, я встаю раньше будильника. Представляете, да? Парень встает раньше будильника. Я его спрашиваю, а на сколько ты его заводишь? Он говорит, на 11 часов дня. Привычка, братья и сестры. Ну, знаете, это в лагерях об этом надо говорить. Павел говорит, дорожите временем, если ты хочешь быть исполненным Святым Духом. У нас есть некоторые братья, которые являются truck drivers, или наоборот, они по-другому почту разводят. И вот один работает в компании UPS. И он говорит, ты представляешь, в этой компании время настолько четко разграничено, они экономят каждой секундой, каждой минутой, чтобы заработать больше денег. Моя дорога устроена так в городе, чтобы я чаще поворачивал направо, а не налево, потому что налево, на стрелке я много времени теряю, и компания теряет деньги. Вот он мне говорит, и думаю, как же так? Компания добивается результата в экономии времени ради денег. Братья и сестры, мы иногда пользуемся временем неправильно. Это мешает нам исполнением Святого Духа. Вы знаете, и дословный перевод дорожа времени, потому что в эти дни много зла. Много зла. Я тоже стараюсь сейчас, вы детей, у меня семеро детей маленьких, у нас хомскул. Вы знаете, на самом деле это трудно, вставать вовремя, дежурство, испанский, русский, школа, у меня жена еще клинику дома имеет. Знаете, вот все-то надо успеть, понимаете, друзья, и ферма, и огород. Как все-то успеть? Дисциплина времени. Если все делать по времени, ты себя чувствуешь хорошо, и дети тоже. Итак, первая причина, что мешает нам исполняться Святым Духом? Это неправильное использование времени. Второе, братья и сестры, Павел говорит, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Что это значит? Я исполняю Святым Духом тогда, когда во всех аспектах своей жизни я познаю волю Божью. Бог говорит, за то, что они были невнимательны к моим действиям, я их разрушу. Нам, братья и сестры, необходимо познавать волю Божию. Я заболел, или я потерял работу, или наоборот, я получил много денег. Что Бог хочет этим сказать? Вы знаете, друзья, когда мы рассматриваем свою жизнь с позицией воли Божией, безусловно, мы исполняемся Святым Духом. У меня масса таких историй, и у вас, наверное, тоже. Здесь употребляется слово пазл, как бы исполнять волю Божию, это вот как пазл собирать и видеть полностью картину, что Бог хочет сказать мне. Это не то, что мы родились в рубашке там, или нам просто повезло. Но чем мы отличаемся от мирских людей? Не везением, а исполнением воли Божией. Это рука Божия в моей жизни. Однажды мы с семьей путешествовали по Канаде, и попали в такую неприятную ситуацию. Полная машина детей, и мы передвигаемся по провинции Соскачеван. Кто был, наверное, знает. А там очень мало людей, больше коров, чем людей. Пустая дорога. Вот мы едем в провинцию Манитоба. Автомобиль ломается. На улице дождь, очень холодно, печка не работает, мой микроавтобус. Что делать? До цели еще далеко. Каким-то чудом, каким-то образом, через одного брата служителя мы узнали, что недалеко есть немцы. Вот они приехали за нами, забирают нас на двух машинах, автомобиль грузят на прицеп, нас садят в автобус, и мы едем. Едем по дороге. Не асфальтированная дорога, с левой стороны провинция Манитоба, а здесь уже Соскачеван. Едем прямо по границе. Уже был вечер, и вот мы едем, едем. Ни поселка, ни название улицы, и вдруг нам открывается картина. Стоят два дома. Один в одной провинции, другой в другой. Немцы из Германии 7 лет назад переехали, детей дома учат, сами живут, у канадцев работают. Я не об этом, братья и сестры. Тоже они многодетные, и вот мы заходим в дом. Они стол подготовили, а мы ужасно голодные. Знаете, все было так плохо, и вдруг теперь все так хорошо. Понимаете, да? Вот мы заходим, ну и хозяин дома говорит своему сыну, помолись. И вот он молится на английском, как сейчас помню его молитву. Он так искренне благодарит Бога, что у нас поломался автомобиль, и что за 7 лет к ним раз в гости приехали, хоть кто-то. Друзья, я его слушаю, думаю, слава Богу, что хоть автомобиль поломался. Познавайте, что есть воля Божия. Вот почему. Надо наблюдать за действиями Бога. И мы пробыли на том месте два дня, почти как по Писанию. Братья и сестры, какая радость, как они радовались, что мы к ним заехали. Моя жена работает доктором, и у нее был такой случай в жизни, очень интересный. Она в клинике была ответственна за всю клинику. И вот к ней попал пациент. Дед, очень старый дед, из Индии. Уже не желез на этом свете. Ну вот он под этими пробирками всякими, там подключен. И жена говорит, отключайте вот аппаратуры, дети подписали документы там целые. В общем. Вот они уехали, и вот моя жена подходит, и ей стало страшно. Выключает кнопку, и дедушка умирает. Ну вот так, вот прямо, вы понимаете, да? Кроме нее никто не имеет права этим заняться. Все фельдшера, она единственный доктор. Вот она стоит, что делать? А по закону она имеет на свое усмотрение продержать его сутки за счет больницы, лечения. Там правила свои. Вот она мне звонит, говорит, Веня, ты не представляешь, я попала в такую ситуацию, что делать? Я говорю, я не знаю, как не знаю, в священии, глава решай. Ты же читаешь Библию, да? Вот скажи мне, что мне теперь делать? Выключать его или нет? Попробуй познать волю Божию в этом вопросе, чтобы потом совесть не судила. Братья и сестры, не буду всю историю рассказывать, в итоге мы пришли к выводу, что его не надо выключать от системы. Проходит какое-то время, вот, и к нам заезжает автомобиль. Дедушка с бабушкой, дед воскрес, вы понимаете? С святами приехал жену благодарить. И вы знаете, друзья, я так размышлял, думаю, а если бы мы не познавали волю Божию? Братья и сестры, Павел говорит, что нам мешает исполняться святым духом? Это непознание воли Божией. И третье, братья и сестры, это личное препятствие. Для верующих в Ефесе это, возможно, была проблема с вином. Мы в прошлом году были с Петром в Ефесе. Мы посещали этот город, нам гид рассказывал, как там люди жили. Безнадственное поведение, распутство, народы доходили до бесчувствия, пьянство в языческих религиях считалось способом единения с божеством. И здесь речь идет даже не о социальной проблеме, а богословский вопрос. Они выходили на более высокий уровень познания Бога, так они считали. Павел говорит, не упивайтесь с вином. Кто-то скажет, у меня проблема не с вином. Возможно, это личный грех, который мешает исполнению святым духом. Я, братья и сестры, себе написал, если не вино, то другой грех. Итак, неправильное отношение ко времени, непознание воли Божией и личный грех какой-то. У кого-то проблема с вином, у кого-то с пивом, у кого-то с сигаретами, у кого-то с фильмами. Это все мешает исполнению святым духом. От этого нужно освобождаться. И третье, что необходимо делать, чтобы исполняться святым духом? Павел пишет, назидая самих себе псалмами и словословиями, и песнопениями духовными. Вот, братья и сестры, если мои песнопения и словословия не духовные, даже называются христианскими, я не буду исполняться святым духом. Вы знаете, нам, верующим, нужно молиться Богу, проповедовать людям, а назидать себя песнями. На Библии дают право назидать самих себя песнопениями духовными. Здесь употребляется слово назидать от слова строить по кубикам какой-то домик. Как у братья и сестры в отношении к песням? Песни духовные, вот вы зайдете в свой автомобиль, какие диски вы слушаете, по интернету. Исполняюсь ли я святым духом так вот честно подойти к этому вопросу? Павел говорит, назидая себя самих псалмами, знаем ли мы песни христианские наизусть? Когда зажил такой человек, Николай Георгиевич Батурин, в 89-м году он отошел в вечность, этот христианин отсидел в тюрьме 24 года, за Иисуса Христа. Шесть сроков. Мой отец был у него на похоронах и свидетельствовали о том, что он знал 300 песен наизусть, наизусть от начала до конца и 600 песен не полностью. Братья, сколько песен мы знаем? Поем ли мы Богу песнопение духовное? Я больше всего учусь петь, это у цыган в Западной Украине. Мы с ними пели два часа, они все наизусть поют. И говорю, братья, мы уже два часа поем, а он говорит, мы вчера девять пели, продолжаем. И все песни в себе моль-мажоре. Братья и сестры, назидать себя псалмами духовными, вот что способствует исполнению Святым Духом. Назидать себя псалмами. Кстати, у нас не традиционно, а мне кажется, библейский, есть такой подход, когда идет призыв к покаянию, петь духовные песни, потому что Дух Святой начинает работать в сердце. Второе, братья и сестры, что необходимо делать, чтобы исполняться Святым Духом? Павел отвечает, благодаря всегда за все Бога. Можно всегда благодарить Бога, всегда, но не за все. Можно за все благодарить Бога, но только по четвергам. Павел говорит, благодарите Бога всегда и везде, тогда ты будешь исполняться Святым Духом. Как у нас благодарность? Как-то мы посетили одну бабушку, это было вообще не в Америке, в одной из поездок. Вы представляете, друзья, сидит бабушка, старенькая, лет 90, мы приехали ее поназидать, спеть. Вот брат спрашивает, сестра, ну как у вас, нет ропота в сердце? Он говорит, братья, да я такая благодарна Богу, я благодарна Богу, что у меня осталось два зуба. Я начал считать, сколько же у меня. Братья, я благодарна Богу, что у меня один зуб наверху, а другой внизу. Глубина, да, но это еще не все. Я благодарна Богу, что они напротив друг друга, я до сих пор могу есть. Братья и сестры, вот что означает исполнять Святым Духом. Всегда из-за всего. Кстати, у Джорджа Мюллера есть такая история. Помните, он занимался сиротскими домами, получал деньги, ну в плане пожертвования, и вот он получает письмо от одного бизнесмена. Странное письмо. В этом письме христианин, бизнесмен пишет Джорджу Мюллеру, я недавно потерял 150 рублей. 150 рублей. И в знак благодарности Богу, что я потерял не больше, я высылаю на сиротский дом 150 рублей. Представляете, да? Потерял, и за то, что он потерял не больше, он жертвует Богу. Это тоже не закажешь, это должно быть внутри. Когда у нас благодарное сердце, мы исполняемся Святым Духом. Всегда и за все. Вы помните, Иисус подходит ко гробу, где Лазарь лежит. Лазарь лежит, а он молится, благодарю тебя, что ты услышал меня. Лазарь еще не вышел, а он уже благодарит Отца за то, что он его услышал. У нас в начале года родился ребенок последний, и были некоторые переживания, серьезнейшие переживания, это одно из самых серьезных испытаний в моей жизни. Слава Богу, все, ребенок здоров. И когда мы все, знаете, это все закончилось, я предложил своей жене, говорю, Кристал, мы с тобой будем поститься по пророку Захарии. У нас будет пост благодарности Богу. Мы обычно постимся, когда надо что-то получить от Бога. Потом забываем. Давай мы не будем есть в благодарность Богу за то, что Господь это разрешил. Братья и сестры, вы знаете, и так было радостно, мы исполнялись святым духом. Это нормальная жизнь христианина. И последнее здесь, братья и сестры, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Я не буду долго комментировать, это повиновение друг другу на членском ли собрании, в семье ли родители, и дети, родственники. Вот если мы повинуемся друг другу, мы не ссоримся, то мы будем исполняться святым духом. Вам, наверное, приходилось быть на членских собраниях, когда благодать присутствует, все тихо, мирно, и сердце радуется. Павел говорит, хочешь исполняться святым духом, повинуйся, не требуй своего, уважай друг друга, уважайте, вы будете исполняться святым духом. Братья и сестры, мы сейчас помолимся. Павел не предлагает нам, а это повеление, исполняйтесь святым духом. Вы знаете, братья и сестры, если бы не было 18 стиха, но исполняйтесь святым духом, ни одно из поручений Павла или наставлений нельзя было бы выполнить. Это просто было бы нереально. Я хотел бы сейчас, чтобы мы с вами помолились. Кто-то громко, кто-то тихо будет молиться, попросим у Бога этой благодати не горчать, не оскорблять святого духа, исполняться святым духом во всех аспектах нашей жизни. А если, братья и сестры, нам что-то мешает, и мы знаем, надо от этого немедленно освобождаться и давать простор святому духу. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok